Начнем с истории происхождения вида. В далеком олигоцене предковая форма, обитающая в морских условиях, дала начало пресноводному, вскопаемому судакообразному виду. В конце олигоцена, в начале миоцена, во время появления первых человекообразных обезьян, где-то на рубеже 25 миллионов лет назад, эта рыба обитала в пресных водах Западной Сибири. Настоящий судак появляется в Сибири в начале приоцена, примерно 5 миллионов лет назад. Интересно, что за прошедшие миллионы лет привычный для нас судак практически не изменил свой облик, но в корне поменял свое место жительства. Судак – типичный хищник. Тело имеет стройное, стремительное. Челюсти украшены большими и острыми клыками. Колючий первый спинной плавник декорирован мозаикой из черных пятен. Они хорошо сочетаются с темной, оливково-зеленой, коричневой, а порой и практически черной спиной. Бока и жаберные крышки судака часто прямо отливают желтым латунным, а то и золотым цветом. В общем, красота. Хотя нужно сказать, что варианты окраски судака могут достаточно сильно отличаться. Они бывают светлыми, соломенно-желтыми, с отчетливо заметными темными полосками пятнами на спине. Порой попадаются, особенно крупные экземпляры, с практически монохромно-черной окраской спины, постепенно переходящей по бокам в белое брюхо со слабозаметной желтизной. Отчасти это связано с условиями обитания. Глубина и темное дно способствуют общему потемнению окраски у рыбы. Соответственно, хорошо освещенные мелководья со светлым песочком просветляют и окраску судака. Но не всегда. Порой в одном и том же водоеме, в одном и том же месте попадаются судаки разного типа окраски. Судак обыкновенный, крупный хищник, ведущий стайный образ жизни. На свою добычу он находится в угон, предпочитает широкие пространства, открытые зоны, крупных рек, озер и водохранилищ. А также опресненные участки Каспийского, Азовского, Черного и Балтийского морей. Судак очень чувствителен к содержанию кислорода в воде. Поэтому он избегает закрытых, застойных участков водоемов, где нет течения. Продолжительность жизни судака, темп роста, средние и предельные размеры его, весьма изменчивы в ареале, в зависимости от размеров, температурного режима и кормности водоема. Максимальная длина судака 130-140 см, масса 18-20 кг, предельный возраст 14-15 лет. Наиболее предпочтительная температура для судака, при которой он лучше всего питается и растет, 14-18 градусов. Отличительная особенность судака-хищника – питание мелкой рыбой. Даже весьма крупные экземпляры питаются добычей длиной 8-10 см. То есть добычей судака, как правило, является мелкая, сорная рыба наших водоемов – уклейка, пескарь, плотва. В дельте Волги значительную долю рациона судака составляет мелкий окунь. В солоноватых водах Азовского и Каспийского морей судак питается некрупными бычками, а также тюлькой, которая, кстати, акклиматизировалась далеко за пределы своего бывшего ареала. И теперь даже в Рыбинском водохранилище тюлька составляет главный пищевой объект судака. Во многих водохранилищах средней полосы судак питается преимущественно ершами. Иногда в его меню входит такая необычная рыба, как морская игла. Этот морской обитатель также решил покинуть свои исконные границы существования и теперь широко распространился в низовьях Днепра и Волги, до сих пор продолжая свое незаметное путешествие на север. Кстати, в садачий рацион могут входить и высокотелые рыбы, такие как, например, карась. Правда, пока последний находится в юном возрасте. Там, где обитает много карася, часто встречается в большом числе и его молодь. Судак не откажет себе в удовольствии полакомиться нежной молодой карасятиной. Но не все такие атаки удачны. Судак, как говорится, в прямом и переносном смысле остался с носом, то есть отбил себе рыло. А вот этому карасику сегодня повезло. Может быть, он и доживет до преклонного возраста. Таким образом, судак кормится самой разнообразной по размеру, окраске и форме тела добычи. Можно даже сказать, что он не очень-то разборчив в еде. Со щукой, кстати, судак не воюет. Они могут мирно сосуществовать рядом с друг с другом, просто разделяют зоны влияния. Щука – это хищник верхних слоев воды, тогда как судак предпочитает области поближе ко дну. Расходятся они и во времени охоты. Судак предпочитает питаться в сумерки и даже ночью, а щука может закусывать практически весь световой день. Так что, пока щука вышла на промысел, все судачье стадо находится на дневном покое, мирно толкаясь боками в облюбованной яме среди дремучих ветвей затонувшего дерева. Так как судак любит необъятные водные пространства и ведет стайный образ жизни, то в небольших водоемах он редкий и, наверное, случайный гость, а для трофейного судака небольшая маловодная река и вовсе не представляет интереса. В связи с этим, казалось бы, самого крупного судака надо поискать на открытых пространствах морей, прилегающих к устьям крупнейших рек – Волги, Урала, Дона. Действительно солоноватые воды южных морей, наверное, самая благоприятная природная зона, где судак, активно питаясь массовым кормом, очень быстро растет, достигает высокой численности и приличных средних размеров. Однако его солидные габариты далеко не всегда следствия высоких темпов роста и превосходных условий питания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова